Добрый день! Уже мой любитель шахмат. Я продолжаю разбор системы Тайманова и в этот раз поговорим о такой называемой системной слон Е3- слон Д3. Е4, С5, конь Ф3, Е6, Д4, С1, конь Д4, конь С6, конь С3, Ф7, слон Е3, после А6 на стандийской атаке. В тём Ф3, белый уходит слон Д3. Но идея этой системы очевидна. Белые защитили коня на Д4 и пытаются использовать дальше положение своего слона на Д3. То есть походить Ф4, делать рокировку и давить на пункт Р7. После коня Ф6 следует В0. Самый естественный ход реже. Используют возможность конь Б3, но тогда просто Б5, Ф4, Д6, Ф3, слон Б7 с идеей конь Б4. Идея конь Б4 и конь Е5 это основная в данной системе. Чёрные пытаются выменять этого слона на Д3. Таким способом они уравнивают. Например, ферзь Е2 возможно сделать длинную рокировку. И тут в данной конкретной позиции чёрные должны знать, что у них есть сильный ход слон Д6. Слон идёт на Е5, где будет давить на коня С3 и коня Д4. В случае через Ж3 следует слон Е5. Коль Б3. И очень важно, что чёрные могут провести сразу же под рыв Д5. После Е на Д удар на С3, удар на Д5 чёрные легко уравняли. Ну а если Б5 продолжит свою основную идею, а именно длинная рокировка, то последует слон Е5, конь С6 и Б на С, конь А4. Теперь мы уже знаем, что структура благоприятна для чёрных обычно. Вводя Б8, Б3 и Д5. Чёрные проводят свой стандартный подрыв. Слон С5, слон Д6, слон Д6, ферзь Д6. И конечно, если бы вы любые походите 5 и выиграете фигуру, всё было бы отлично. Но увы, шаг на А3. И поэтому бы чёрные подровняли. Но почти все это следует 2-0. Уже известным планом, как я говорил, походить F4, ферзь F3, ладья Е1 и атаковать на королевском фланге. Кстати, занятная вещь. Сейчас чёрный конь стоял бы на Б8. Этот план белых вообще бы не проходил. Я участвовал на чемпионате Украины и видел партию Анищук против Мерзоева. Где чёрные поставили просто Д6, Б6, слон Б7, конь БД7. И не спешили уходить в короткую рокировку. И сами даже начали атаку на королевском фланге. Поэтому, если бы конь стоял бы на Б8, вообще эта идея вряд ли бы проходила слон Е3, слон Д3. Но теперь нам надо что-то делать с конем на С6. И это мы делаем ходом конь Е5. Здесь кони опять-таки атакуют слона Д3, во-первых. Во-вторых, он хочет прыгнуть на Ж4. Допустим, F4 это явная ошибка, поскольку после конь Е4, слон Д2, слон С5, чёрные захватили инициативу. Например, конь Е2 следует Е5, F на Е. Ну, тут, конечно, в практической партии чёрные могут не получить перевес. До этого надо знать, что у них есть дробящий удар Д5. Конечно, бить на Ф6 нельзя. Ввиду мата и чёрные вскрыли своего белопольного слона и получали перевес. Слон Ф4, конь Е5, Е на Д, конь Д5. Чёрные получат преимущество двух слонов. Они завершили развитие, поэтому дело белых не очень. Слон Е2 возможно, чтобы убрать этого слона из-под боя. Ну, тогда следует слон С5. Собственно, ещё один плюс системы развития через Е6, А6, что слона иногда можно развить не на Е7, а вывести за пешечную структуру. Ф4, Д6, тоже важный момент, что чёрные не спешат убирать коня с центра. Король Х1, Ва0, Ферзь Е1. А теперь уже конь Ж6 следует, Ферзь Ж3. И слон Б4, нападая на коня, нападая непрямым образом на пешку Е4. В случае слон Д3 следует слон С3, Б на С, Е5. Очень важно в таких позициях Шевененгенского типа осуществлять именно подрыв Е5, а не Д5, поскольку это даст возможность вскрыть нашего плохого белопольного слона. Ф5, допустим Е на Д, АЦ на Д, конь Е7, слон Х6, конь Х5, но здесь, конечно, у белых недостаточно компенсации за фигуру. И С, Ж, Ф5, то следует слон С3, Ф на Ж, слон Б2, где А, Б1, нужен на Х, король Х8, стандартный. Ситуация, когда чёрные игнорируют просто пешку на Х7, она помогает защищать короля из чёрных. И после Ф5 у чёрных огромный перевес. Потому что белых не хватает, потерял, у чёрных мощный пешный кулак С3. На ладья А, Б1 же следует слон Д4, Наш, конь Х7, слон Д4, Е5. Тут опять-таки белых, возможно, в отличие от предыдущего варианта, есть маленькая компенсация за пешку, но атаки у них явно и нет. Что же, если белые сделают ход КНФ3? Это более логичный ход, но чёрные угрожают вообще матом. У КНФ4, конечно, возможно было, но это немного аргентюрно. Слон Д2 и Д6. Белые действительно могут догнать КНФ3, но после КНФ5, я разумею, на Е5, вот эта структура часто получается в сицилианской защите, допустим ЕЖ, она в пользу чёрных. Поскольку белые С3 проводят Ф4, допустим, в данном варианте, то после С5, КНФ1, С4, чёрные имеют хороший контроль в центре. Если же Ф5 следует, то после размена на Ф5, слон Д7, слон переходит на длинную диагональ, и, конечно, здесь чёрные даже могут сделать длинную ракировку с перелесом, поскольку только они могут атаковать данной позиции. Если же белые пока игнорируют КНФ4 путём, допустим, КНЕ2, то следует слон Е7. На Х3, конечно, КНЕ5 и размен, допустим, КНЖ3, если Ф4 не ходит, то два нуля, КНФ5, КНЕ8. Не обязательно меняться, поскольку КНЕ5 ничего атласного не представляет. Ферси 2, В6, В1, С1, С1, С4, В1, Д8, ФД1, Ф5. Ну, чёрные начали атаку, как раз у них пешечное преимущество на королевском фланге, поэтому они там атакуют. Желые же не могут атаковать на ФФ, это не так просто. Если же С4, то два нуля, выйдет С1, В6, КНЕ3, слон Д7, ФЕ2, КНЕ7, стандартная позиция из Ежа получилась. Здесь, конечно, нужно знать планы за обе стороны, но поскольку чёрные могут сейчас походить КНЕ5, то у них не хуже. Иногда БЕ уходит А4, С1, ДЕ5, стандартная игра, как в Шевененхене. Следует Б6, ФЕ2, С1, С1, С3, КНЕ5. Ну, если КНЕ4, то два нуля, Ф4 мы увидим, что такие позиции сложные, чуть попозже о них поговорим. Если же опять стандартно в Дарконе Е5, то после размена Ф4, два нуля, УДЕ1, С1, С5, КНЕ4. Слон Д4, опять-таки, этот маневр мы уже видели. После Ф5 размена, УДСУН БСЕ7 занимает длинную диагональ. Слон Ж5, С3, КНЕ4, УДЕ8. Ничего страшного, что пешки сдвоились, поскольку белый слон Д3 теперь тупой. Ну, эта позиция, видимо, равна. Белые не получают перевес в одном из этих вариантов. Х3, это основной ход. С идеей не дать возможности коню прыгнуть на Ж4. Слон С5, опять-таки, мы этот ход видели. КНЕ2 и КНЕ1. Белые, конечно, кроме КНЕ1, имеют две альтернативы. Или три к тому ходу. ФД2. Первая из альтернатив. И на Д6, Ф4. Мы уже видели, что КНЕ6 идейно. И ФФ2. По-моему, здесь, в отличие от Шейденхена, БЕ очень много ходов потеряли. Поэтому после Б6 их атака не успевает. Вот, допустим, КНЕ2 следует два нуля. С3. Е5. КНЕ3. Ну, Ф5. Е на Д. Просто здесь, в черных, наверное, равная все-таки позиция. Ну, атаки у белых не видно. В случае же КНЕ3 следует размен на Е3. Е на Ф, КНЕ4, КНЕ5. Опять-таки, это типовая позиция для данного варианта. И для Шейденхена, когда пешка Е5 выменялась на пешку Ф4. Черный конь стал на поле Е5. Второй конь контролирует поле Д5. В общем, у белых открыто вертикалев. Но ничего это им особого не дает. То есть, черные ищут дальше второго центра путем Д5. Чаще всего, они получают абсолютно равную позицию. Но у белых могут более агрессивно сыграть. Ж4. Здесь, опять-таки, этот пешечный наскок слишком оптимистичен. Ввиду Е5. Опять-таки, надо всегда смотреть, чтобы была возможность подрыва Е5. В какой-то определенный момент. Если Ф на Е следует ДНЕ. КНЕ2. То Слон Е6. Слон С5. Б на С. Б3. 2. Слон С4. Ну а избавляться от плохого слона. Но, тем не менее, уже ученых получше. То есть, размена. Следует ВДАВ8. Занимая вертикаль В. КНЕ5. ВДАВ2. Понятное дело, что ученых перевес. Если же КНЕ2 следует. То Е на Ф. Слон С5. Б на С. Допустим. КНЕ4. КНЕ5. Е5. Великолепное поле. Для КНЕ. Ж5. КНЕ4. КНЕ4. КНЕ5. Ферзь Д8. Белы заняли под Д5. То чертой бог. Выберите 2 фигуры. Их коней. Сначала коня. Потом слона. В общем, позиция примерно равная. Ну, это наверно, получше было. Чем Белы походили в партии КНЕ4. После КНЕ4. Ферзь Ф4. Слон Е6. КНЕ4. 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 Это явная ошибка. Поскольку, несмотря на то, что после слона Д5. Е на Д. Белы разбедяли слона. На КНЕ. Ну, КНЕ7. КНЕ4. Естественный ход. Слон Д3. Сейчас. Окажется в перспективе плохой фигурой. Поскольку чертой поставят. КНЕ5. Белых, во-первых, уже нет преимущества двух слонов. Ну, и если черные поменяют просто лани по линии Е. Получится окончание Ферзь и КНЕ. Против Ферзя белопольного слона. Которые бесполезны в этой позиции. Черные их большой перевез в это окончание. Вот они в итоге выиграли эту партию. То, что касается хода Ферзь Д2. Немного заумный маневр. Есть и другие возможности в этой позиции. Допустим, КНЕ4. После КНЕ4 следует... Слон А7. С4. Д6. Водя С1. Слон Д7. КНЕ3. Два нуля. Б3. Ферзь А5. С идеей удара на С3. Ферзь Е2. В случае Слон Е2 может последовать Слон С5. А4. Ферзь Б6. Водя Е1. КНЕ6. Все меняется. Позиция похожа на равенство. Может даже у черных минимальный перевес есть. Если же А4. То это позиционная ошибка. Поскольку после С5. Черные кроши. КОТРОЙ. Имеют над черными полями. Ну, если Ферзь Е2. То вводя ФЕ8. Ну, опять таки. Получилась такая. Раздавидность Ежа. В черных очевидных. Деплады связаны с подрывами. Б5. Скорее всего. Или что был вероятней. Д5. Ну. Поэтому. Так себе ход. КНЕ4. Ферзь Е2 еще иногда ходят. Ну, опять таки. Игра в стиле Ежа. Д6. Ф4. А4. Б6. КОТРОЙ. Расходит. Разбит ДЕ3. Черный, конечно. Счастливый. Такой версии Ежа. Поскольку после 2.0. Водя Е1. Он Б7. Ф4. КНЕ6. Ну, мы замечали уже. Что часто. Черный. Даже не берут. Но Д3. Хотя это. Возможность. КНЕ2. КНЕ7. КНЕ4. Водя АД8. Ферзь Ф2. Ну, и в ДАДЕК. Открытые позиции. Уже. Идея связана с Е5. Не очень хорошая. Но тут можно провести подрыв. Д5. Который. Клодость. Уравнивает. Позицию. Если же. Ф4. КНЕ6. Как обычно. КНЕ3. Разбит ДЕ3. 2.0. Водя Е1. Можно конечно. Водя АД1. Походить. Но. Б5. Тогда. Водя Е5. И после Саразбеда. Здесь следует. КНЕ7. Конечно. Белые. Создавали бы. Хорошую. Грозду. Атаку. Если бы им дать. Еще несколько. ТЭПов. Водя АЕ1. Б5. Ну. А3. Опять таки. Медленно. Слон Б7. Последует. КНЕ4. Водя Е8. Ф2. И тут. Подрыв Е5. Уже следует. КНЕ2. ЕДФ. КНЕ4. После Саразбеда. ДЕ4. Водя Е5. Конечно. Вот это. Как раз. Позиция. Б4. На черных. Если. У них. Что-то подобное. Получилось. У них. Будет. Перевязан до конца партии. Поскольку. Слон Д3. Стоит. Пассив. Дальше. Продолжить. Атаку. На ферзи. Б4. В общем. Единственное. На что. Белые. Могут надеяться. Это. Наверное. Переход. В окончании. 3 на 2. На. Королевском фланге. Ну. Если следует. Е5. То. Конечно. Белые. Может. Уравнивают. ДЕ. Слон G6. Можно. ЖФ. На Е. Кон Д7. Ну. В этой позиции. Его сделали. Неточный ход. Кон Д4. Черные. Получили. Лучшую позицию. По Сон Д7. Кон Д8. Ухорошает. Кон бьет. Е5. Белые. Неуравнены. Как мы видим. Данная позиция. Очень. Стратегически. Опасная. Для белых. Поэтому. Раньше. Они хотели. Очень быстро. Создать. Атаку. Начиная. С хода. Король. Х1. Нет. Теперь. Это. Опасные. Связки. Белые. Хоть что-то. Пытаться. Придумать. Д6. Ф4. Здесь. Конечно. Уже. Взятия на Е5. Угрожает. Поэтому. Кон G6. И. ФЕ1. Игра. В стиле Шевененгена. Конечно. Белые. Если не играют. ФЕ1. Еще. Могут. Получить. Равную позицию. Например. Ферзь Д2. 2 0. Вадя Е1. Б5. А3. Вадя Е8. Позиция равна. Также. Возможно. Ферзь Ф3. 2 0. Вадя Е1. Б5. Но тут. Конечно. Опасная позиция для белых. Путь к равенству. Это. Наверное. Ход. Ф5. Дело в том. Что. Черные. Тут. Не успели походить. Е5. Сами. И. Другого поля. Кроме. Как. Е5. Да. Их. Коня. Нет. После. Конца. Е2. В белых. Сдаются. Определенные. Угрозы. Например. Конь. Ф4. Неприятный. Неприятный. Конь. Ф4. Неприятный. Конь. Ф4. Конь. Избавляясь. От пешки. Е4. Которая была слабостью. У черных. Изолятор. Но. Тем не менее. Позиция примерно равна. 2.0. Допустим. Слон g5. Очень важно. Что тут. У черных. Есть ход. Конь. Е7. Не очевидный. Ход. Но. Дальше. Челные. Пытаются. Ф3. Последует. Д5. Слон. Слон. Д6. Поэтому. Ф1. Более точный ход. На что следует. А6. Слон. Д2. Д5. Ф4. Слон. Ф4. Слон. Д6. Позиция с изолятором. Конечно. Но. Черные. Не должны испытывать. Здесь. Проблема. Потому. Во-первых. Они. Разменяли. Коня. На слона. Во-вторых. Собственно. У белых. Нет. Атаки. На королевском фланге. Нельзя. Насправить. Слон. Белопольный. Черных. Сильно. Тупой. Ф4. Альтернатива. Ф4. Водя. Е8. Очень важный ход. Поскольку. Действительно. Белым их. Как-то. Пожертвовать. Слон. На А6. Сейчас. В случае чего. Слон. Водя. Е1. Б5. Водя. Ф3. Очень важный ход. Слон. Ф8. Партия. Координация. Белых. Заставляет. Живать. Но. Раньше. Считалось. Что. У. Черных. Очень. Опасная. Позиция. Если. Бел. Проводит. Прямо. Линейный. Ф1. Как в Шевененхене. Ф5. Опять. Нужно ходить. Конь. Е5. Сейчас. Е5. Менее. Точный ход. По сравнению. Ф4. Ф4. Ф3. Как в Шевененхене. Не имеет. Особо смысл. Король. Ф8. И. Б5. Следует. Здесь. Современная теория. Говорит. Что. Белые. Могут. Получить. Равную игру. Сделать ход. Конь. Е2. Преждевременно. Убирая. Коня. Из-под. Возможного. Удара. На. Б4. После. Е5. Е8. И. Очень важно. Слона. Шесть. Вот. Ради. Этого. Хода. Белые. Защитились. Избыточно. Своего коня. На. Д4. Черных. Есть. Возможность. ФЕ7. И. После. ФЕ5. ФЕ8. Да. Действительно. Чёрные. Сдваивают. Пешки. Но. До этих. Пешек. Добраться. Нереально. Чёрные. Хотят. Ударить. На. Д3. И. Вообще. Преимущество. Раньше. Считалось. Атака. Чуть ли не решающая. Например. В партии. В 2006. Отметил. Эти. Молодые. Шахматисты. Очень сильные. Уже были. И. Ф3. Ход. Последовал. И. После. ЕНФ. ЕНФ. Собственно. Жертва. Качество. Чёрные. Обязаны. Принимать. Иначе. Получают. Конь. Ф3. Следует. Естественно. Убил. Очень опасное. Давление. Вертикали. Ну. Компьютеры. Развиваются. Оказалось. Что. Чёрные. Здесь. Держатся. Слон. Б7. Тяж. Ж1. Слон. Ф3. Несколько партий. Белые. Х2. Это. Решающая ошибка. Поскольку. После. Ф7. Следует. Ф3. Ф5. Ф5. На слон. Ф4. Следует. Тактический удар. Конь. Ж4. Черные. Закрыли. Вертикаль. Шей. Просто. Выигрывают. Ну. В партии. Карлсона. Последовало. Конь. Ф3. Ф6. Слон. Ж1. Ф5. Ф5. В общем. Это. Ключевая. Позиция. Угрожает. Ф6. Поэтому. Черные. Вынуждены. Отдать. Слона. Ну. Нужно знать. Каким образом. И вообще. Что тут делать. Поскольку. Позиция. Получилась. Очень. Не стандартная. Лучший ход. Здесь. Ф5. Дело в том. Что. После. Ф5. Ф5. Г1. Г1. Ладья А. Ц8. У черных. 2 ладьи и пешка. У белых. Три легких фигуры. У белых. Видимо. Не хватает. Материала. Я не могу. Сказать. Что. Черные. Выигрывают. Скорее. Ну. Конь. Ж1. Еще. Хуже. Поскольку. Здесь. Угроза. Водя Е8, Ферсер 4 Вроде бы матовые угрозы Ф6 и так далее Водя Е5 сильный ход После коня Ф3 следует Жертва качества ответная на Ф5 и увы Белые остались с конем На Ц3, которые не участвуют Совершенно в атаке Черные Отразили все свои Угрозы белых, связанные с атакой Должны перейти к реализации Материального преимущества Ну, в принципе, это все Что я хотел сказать по поводу хода Слон Д3 Мы увидели, что поскольку черные Ранно развели коня на Ц6 И конь не должен Там стоять, они делают Сильный ход конь Е5 Где, во-первых, могут Выменять этого коня На Слон Д3, во-вторых Переводят коня на Ж6 В случае чего И дальше, как мы Видели, есть возможность Проведения стандартных Сицилианских подрывов Иногда черные проводят Подрыв Е5 Иногда черные проводят Подрыв Д5 Иногда, когда Белый уходит Е5 Черные То есть не Е5 А Д5 То есть не Д5 А Ф5 Извините, заговорился Уже под конец видео То Черные или бьют На Ф5 Или отступают К ним на Е5 В общем Пешечная структура Это определяющее То, что Должны знать Черные На какую структуру Идти в данном варианте Ну, как мы убедились Хотя структура Белых Пешечная Также расположение Фигур агрессивное Они очень много Теряют времени Поэтому Современная теория Говорит, что Они не успевают Создать здесь атаку Ну, на этом все Спасибо, что досмотрели Это видео до конца С вами был MVP Субтитры сделал DimaTorzok